всем 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 привет огромный привет всем привет из канады сегодня мы в примерочный магазин коз предыдущее видео видели я снимала в самом магазине кстати намучилась с ним страшно потому что музыка гремела я сначала запустила его в youtube и youtube не вызываю рекламную потому что музыка была в каком-то куске я переделал кусок потом он не вызывал в другом куски в общем я его перезагружала часа часов 5 она у меня грузилась три раза я его перезагружала в общем ну это так сказать блогерские будни и мучения показываю свой аутфит сегодня на мне вот такое платье светлые сапоги кстати хочу сказать что эти сапоги просто просто в гриву ношу всю зиму когда покупала сомневалась сейчас как бы я абсолютно ими довольно я их ношу чаще чем черные потому что они как бы сразу поднимают слышите кричат в тяжайшем кости в котором никогда нет людей вообще никогда никого нету здесь тоже в соседней примерочной кто-то лет большой примерочную заняла самозахватом короче очень рекомендую такие светлые сапоги они ко всему очень хорошо подойдут черное пальто у меня и платье под ним вот такой вот такой платье много всяких цацк-побрякушек в общем прекрасные говорливые громко смеящиеся канадские дамы все давайте примерять надеюсь что они будут очень сильно орать и не будут нам сильно мешать первая платьица коз не пожалел ткани что могу сказать это какой-то не очень большой размер но ширина у него вот вот знаете ну как бы все хорошо в меру я понимаю этот фасон такого знаете платьица это не парашют это какой-то чехол для я не знаю для комбайна огромная но я не знаю по-моему это медиум или что-то такое но я посмотрю сейчас размер и он скажу я понимаю что они конечно за те деньги что они берут за свои вещи они не жалеют материалов но это не нужно она создает какой-то объем ненормальный она очень громоздкая зачем это вот это все слишком много вот посмотрите ну что это это некрасиво ну не то что ну это не нужно хотя цвет очень красивый камера немножко не передает он конечно голубоватый на самом деле он совершенно зеленый зеленый поддушивает меня вот этот воротник вот потом опять же я не уверена что это платье или это как бы туника под который нужно носить какие-то брюки и что такое но в общем вот такой вот платьица ничего так ну знаете и размер мне надо меньше или вообще не надо красивый кроме цвета но интересный фасон так это стопроцентный хлопок но я не удивлена а шестой ну шестой я обычно у них даже по-моему десятый размер восьмой то точно 150 долларов она стоит но она совершенно невообразимое невообразимого размера посмотрите ни фига кармашки тут сзади а еще сзади такая складка ничего такая вот чтобы пока глубокая на чехол ну прям чехол на трактор ей-богу зачем они такие большие делать вещи то что есть положила я глаз на это платье при примерке при обзоре вернее но на мне она мне вообще не нравится никак во-первых размерчик маловато сейчас вам скажу объясню в чем дело по моему это медиум я сейчас скажу почему я взяла его потому что я увидела что вот тут вот оно довольно большое и у меня каждый раз вот я здесь что-то примеряю у меня вверх прямо невероятно огромный вот как-то пузырится топорщится а юбка маловато медиум видите тут запах не запах как бы такой еле-еле на меня хватает хочу сказать защиту канадских дам что орут за дверью не канадские дамы а приезжий на канадские тоже могут поороть ну ладно я видела что в это платье они его как бы позиционируют как не столько платье это верхняя накидка или что-то такое вместе вот с этим вот это вообще там на манекене сейчас надета вместе с брюками и с майкой просто как верхняя накидка еще хочу сказать что я вчера снимала сегодня пришла на примерке и здесь все перевешено вообще все висит в других местах я получше бегу по магазину искала все что я вчера наметила снимать потому что они все перевесили все передвинули есть несколько новых каких-то вещей они подвесили но в общем я много жалую сегодня девочки неправильно не надо короче платье карманы она очень дорогой я посмотрю чего он сделал мне даже просто интересно что здесь у меня лежит да а это этикетка с пуговицы что-то какой-то халат волосатый узбекский правда же значит вот такая вот длинная длинная манжета а на этой руке я ее завернула чтобы показать что можно вот так вот и завернуть и она тогда здесь без полосок а вот тут вот она с полосками по краям опять же вот фасон такой знаете вот здесь как-то сверху она не слишком много для меня как бы объемная а юбочка маловато будет наверное сбоку будет пузырь если видите сзади я плохо вижу себя вот как-то пузырится она из-за того что слишком ткани много или размер но все-таки все не то и все не так сейчас он так сниму чтобы видели его длину в полный рост как она выглядит к сапогам к моему очень подходит кстати но за ту цену что они за него хотят если честно я как бы нет нет да это восьмой размер поэтому она мне вот в жопке маловато здесь какой-то она большой значит составите здесь написано купра и лейтс лайтс значит купра где-то 50 чем-то 40 чем-то лая сал и она стоит дофига на 100 200 долларов 190 очень много время для такого платья 8 размер я специально не хотела взять 10 потому что я подумала что он у него 10 будет очень велико и она таки мне да велико но она знаете красиво выглядит такой знаете такая ткань красивая шелковистая она так отливает и в принципе интересный фасон вот такой здесь какая-то выточка такая ну знаете она как-то на вешалке выглядит лучше чем на мне или она мне не подходит или вот это вот расцветка такая странная какая-то халатно-полосатая матрас какой-то такой вы помните я вчера гадала это платье или туника ну вот скажите мне это платье или туника может быть и то и другое в принципе она не очень короткая но вот за счет того что она широкая это выглядит как-то немножко странно мне кажется что вот такой длины вещи когда они такие широкие объемный подол это как-то так или мне кажется но вообще мне нравится эта штука потому что вот эта вот расцветка конечно она ох такая ну что-то в ней такое есть это размер по моему 4 или даже 2 в принципе фасон похоже вот на это вот платье потому что у него сзади тоже вот такая вот так кручу-верчу запутся хочу сзади тоже вот такая вот складка но она намного намного меньше видимо за счет того что это меньше размер потому что в принципе если бы это был вот этот у меня кто 6 6 а это двойка на два размера меньше и конечно ткани намного меньше то есть ну мне вот это вот это мне нравится если честно необычная красивая такая вещь причем она хорошо очень сделано у нее видите есть подкладка потому что она немножко светится я называю она туником но может быть это платье карман есть принесла тоже брюки хочу поместить вместе с брюками посмотреть как это выглядит вместе конечно вместе с брюками это будет как дурдом я думаю что две такие ярко насыщенные насыщенные насыщенного рисунка вещи они как бы вместе это будет слишком туманчик но давайте померим интерес ну и чё вы скажете девочки пациент самолетшего дома сбежал и бродит по улице немножко это для меня мне кажется я не знаю пишите это многовато даже ну как бы прямо хочется станцевать тут музыка кремит тетенька на китайском орет за дверью по телефону разговаривает ну что вы скажете как вам вот такой вот прикид сумасшедшим к такой с легкой брюки кстати классная у них очень хороший фасон у них очень хорошая длина для меня прям точно и но вы знаете вот есть женщины посмелее они так оденцы и пойдут я буду стесняться наверно вот так вот выйти в тотал кто там таком старинном обеление но это очень прикольно это очень прикольно очень необычно и вы точно останетесь незамечены не останетесь и на вас будут смотреть все с большим интересом и любопытством какая же вы такая смелая женщина у меня есть такая черная сейчас только такой ящик по мере с брюками снимут эту штуку чтобы показать им как выглядит брюки сами по себе кстати брюки тоже с подкладкой в принципе у них хорошее качество этих вещей они как-то так ну по-моему это ли он с чем-то я сейчас посмотрю на у на ощупь по ощущениям очень приятно такой легкий ли он хлопок общем что такое смотрите брюки с просто черным топом он немножко длинноват должен был быть короче мне просто хочу показать что брюки вот с черным обычным топом выглядит лучше я вообще знаю заправлю мне кажется что так не очень хорошо он очень облегает то должна была быть либо какая-то блуза такая пошире либо вот надо заправить сейчас заправлю видите так лучше когда топик ну честно говоря мне не очень тут вот такие вот брюки с такой узким узким верхом в силу моей фигуры грушеобразный мне не очень хорошо когда облегаю щиток и брюки потому что у меня такая сразу кардашьян такой здоровый сразу он так торчит и его сразу хорошо видно мне нужно было бы какая-нибудь блузочка нет у меня блузочки а я сейчас знаю что еще сделаю еще сделаю такой дизайн ну в общем вот такие вот брюки они довольно неплохо выглядят и неплохо смотрятся сами к себе у них сзади резинка не сзади вот тут боков довольно удобные классные и такая расцветочка все века жизнеутверждающим прям сначала хотела не показывает думаю боже какой ужас но я честно показываю все удачи неудачи так думала надеть сверху это платье и как как будто такой знаете как будто такой как плащик кардиганчик который прикроет вот здесь вот ширину но во первых здесь белое с черным здесь черное с таким светло-бежевым молочным это уже как-то спорить некрасиво во вторых ну вот эти завязки тут конечно не в тему но и в третьих вот это сочетание конечно это пипец вот такая вот здесь полоски в общем это точно человек сбежал с сумасшедшего дома в халате из больницы и в общем бросит по улице и хорошо если не вызвать санитаров а то могут вызвать в таком наряде так еще один наряд для вызова санитаров ну потому что брюки вот такой вот такой расцветки что к ним в общем ничего невозможно подобрать на углу не принести какие-то такие бежевенькие брюшки но тоже вот понимаете я значит надела это платье потому что у них входа сейчас она висит на манекене как как верхнего такого платья с белыми брюками и с каким-то топом потому что она абсолютно прозрачно видите она совершенно так не видно на камеру она просвечивается и в нем нет никакой подкладки я не представляю как можно наносить без ничего внизу и она очень дорогое и не знаю что за идея если они делают платье так делать платье чтобы можно было носить можно сделать какую-то съемочку что если человек хочет носить его как как верхнюю одежду то он может снять чехол убрать и носить его как верхнюю одежду еще своего примере конечно без без брюк чтобы видели как она выглядит тоже размер какой-то дофига и шире она с поясом может это нас спасет но там в общем короче идея их сейчас в том что это платье можно носить как верхний такой как верхний халат накидку на какую-то вот брюки и топ потому что она до прозрачного совершенно прозрачным ну куда это годится вот сейчас я сниму все это и примере вам это платье наверно засниму состав и цену на эти вещи которые сейчас на мне и вот на этом единственное честно бери что мне понравилось сегодня это вот это вот блуза это потому что она 2 размера в ней и она не такая огромная не такая широченная как скажем вот это платье сливану было поуже не банку же понравилось но она очень огромная так значит и брюки и вот этот топ имеет совершенно обалденный состав стопроцентный лен но она не видно и вот эта подкладка стопроцентный хлопок причем подкладка идет на всю длину брючины сверху донизу здесь тоже видите подкладка идет от самого верха до самого низа цена не такая уж смертельная 135 долларов брюки вот это я не понимаю лен и хлопок прекрасный состав хорошо сшито очень такое знаете интересная вещь но цена в принципе вполне такая ну дорогая но для коса это недорого например вот это платье стоит 190 чего что не знаю видите очень удобные брючки у них вот здесь вот здесь вот в боках сделана резинка это очень удобно а сзади они обыкновенные у них нет карманов нет ничего и вот этот топ он стоит он стоит 175 немножко дороже чем брюки но в принципе не страшно значит вас он видите может у меня есть волос не было видно вот здесь вот сверху такой воротничок у него вырез вырез вот такой вот здесь шов зашито но аккуратненько так красивенько и размер двойка я примеряла а брюки я примеряла восьмерку представляете вот такая вот ради брюки мне очень хорошо и топ мне этот очень хорошо я считаю не слишком широкий не слишком узкий манжет пуговица карманы и вот подкладка внизу очень интересная вещь так еще я вам не сняла вот этот топ значит он просто стоит 90 долларов размер large синтетика по видимо сейчас я посмотрю кстати состав интересно нет вы знаете 65 процентов вискоза и остальной полиамид то есть не так все плохо значит размер large 89 90 долларов совершенно обычный такой черный топ я бы принесла только лишь потому что я хотела его примирить вот с этими брюками так он совершенно но состав не было ну что в принципе лать красивая я ничего не могу сказать она очень красивая расцветка и такой нежный нежный рисунок очень-таки красивые тона приглушенные желто-розово-зеленые огромное конечно тоже 10 пуговиц я застегнула не все чуть не поломалась вышли за бетонные ногти широкий красивый рукав на резинке вот этот вот вот это мне не нравится горловина люблю но ее можно не застегивать вернее нельзя застегнуть здесь нету пуговица пояс который нельзя снять потому что он сшит как-то сзади он как-то пришил каким-то таким поясом и то есть можно развязать в принципе потому что без пояса она тоже неплохо высмотрелась как такое знаете широкое свободное платье единственное что пояс вот остается вот так вот болтаться сзади потому что он здесь пришит очень таким специальным образом а так было бы тоже неплохо ну и все было бы с ним прекрасно хорошо с тем платьем если во первых не то что она без подкладки и она прозрачная видимо вам не видно но я вот вижу что мы светится а если выйти на свет на солнце на улицу она вообще будет все москвы светится этот вопрос можно в принципе решить можно найти какой-нибудь нижнюю меня есть такие знаете несколько нижних комбинация типа таких просто тонких платьев на бритейках и он у меня черный у меня есть такой светло-бежевый какой-то еще такой серый и я вот запросто под любую под любое платье которое светится или под юбку которая светится я их надеваю единственное что конечно второй слой они у меня синтетические если жарко то это конечно не очень хороший выход но если жарко у меня есть много одежды которые не требуют второго слоя обычно я это делаю в каких-то более таких теплых вещах которые тоже очень часто светятся у меня есть эти вязаные трикотажные платья которые сделаны так что не какой-то такой рисунок немножко дырочка в общем нужно тоже что-то вниз под одевать иначе вы совершенно в нем голенькая ну вот такое платье стоит она дофига сейчас я вам скажу сколько я посмотрю состав и размер и скажу сколько что чего ткань стопроцентный лиоцелл почему тогда у нас должно стоить 275 долларов я в недоумении размер 8 но вы видите она большое очень широкая вот видите как бутылочка наверное я думала что какой-то хлопок какой-то шелк с хлопком хоть чуть-чуть потому что по ощущениям как будто бы немножко такой шелковидный я думала в нем там половина хлопок половина шелк поэтому оно такое дорогое 275 долларов изоляция в дури сбрендили все критикую сегодня девочки что-то я не это а помните там еще было такое платье которое я хотела примерить синяя такое с красивым рукав фонариком квадратный вырез и я если не стерла вставлю вам картинку вот видео которое я снимала когда обзор был и резинки такие вот сверху все такое в резинках но я так хотела его померить но не было моего размера был размер смол и экстра смол я и так к этим резинкам в общем с подозрением относилась я думаю по крайней мере ларич но уж даже видео мне было так что вот не удалось мне поверить хотя мне хотелось мне было интересно мне кажется она бы мне понравилась может быть не подошло бы потому что потому что вот эти резинки не как-то подчеркивают живот и еще было одно платье такое с драпировками зеленая тоже если найду то вставлю его фото или видео и тоже не смогла его хотела очень примерить мне было интересно как эти драпировки выглядят именно вот на мне понимаете там где живот и попа как это выглядит но тоже был размер смол экстрасмол и в общем короче так что не пришлось можно следующий раз ну что дорогие девушки такие у нас сегодня были примерки наверно короткие получилось короткое видео я не внесла много вещей что-то все было не в размер было очень мало я рассказывала были вещи которые хотел померить на не было моих размеров мне практически ничего не понравилось мне понравилось в принципе вот эти вот брюки как 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 самостоятельная единица как самостоятельная единица конечно не в комплекте вот с этим с этой блузой платьем не знаю платье мне кстати блуза тоже понравилось но видите размер двойка с моей комплекции как само по себе немножко коротковато опять же понимаете это лен с хлопком и такая длина это не наденешь черными колготами и такая длина что нужны хорошие такие тонкие поджаристые загорелые ноги поджаристые в смысле во всех смыслах под смысле поджары и в смысле цвета а брюки ничего да такие неплохие брючки 8 размер и и они хорошая длина хороший состав ли он в общем все как надо ну и немножко такой расцветка такая необычная ну все девушки на этом все будем закрепляться вот такие у нас были примерки сегодня в магазине коз честно говоря надев свое платье за купленное на селе долларов за 15 я подумала что она на мне во всяком случае выглядит красивее чем практически все что я сегодня примеряла не знаю что-то у них с размерами не то я в нем я какая-то такая стройная тоже в общем а во всех этих вещах я какая-то большая толстая широкая треугольная квадратная какая угодно только не не девушка с фигурой все на сегодня все будем прощаться всех люблю целую с вами ладит из канады всем пока всем привет бай бай